Две души, дедушка и его внук, доживают свой век в хижине на окраине Бельц, которая вот-вот рухнет. Несколько лет назад у семьи Юрия Мунтиану сгорел дом, сейчас помочь некому. А родители маленького мальчика давно погибли. С тех пор дедушка вынужден воспитывать внука один. Живет семья на мизерную пенсию, которой едва хватает. А чтобы заработать хоть немного денег, мужчина ремонтирует инструменты в апровизированной мастерской на заднем дворе. Полную историю семьи можно узнать в новом выпуске программы «Ла лимита и экзистенции». Как только наша съемочная группа вошла во двор Юрия Мунтиану, к нашему журналисту подошел его маленький внук и попросил быть ее мамой. Хотя бы на час. Ему не нужны были сладости или игрушки. Просто кто-то должен был быть рядом с ним, пока он раскрашивает попугая. А у тебя есть ли друзья в школе? Не, у меня одноклассники есть. Правильно, да. Одноклассники. Друзей нету. После смерти родителей мальчик остался на попечении дедушки. Дочка от рака, от онкологии, она ушла. И потом вот зять, его отец, через два года ушел. Когда родители хоронят своих детей, это просто словами передать невозможно. Это надо просто пережить. Дедушка со своим внуком живут в хижине на окраине города. Этот дом мужчина построил сам из материалов, пожертвованных неравнодушными людьми, после того, как их предыдущий сгорел дотла. Здесь у нас вещи накрытые. Вот в такой избушке мы и живем. Самое главное, что крыша есть. Недавно на гуманитарке купили ему такую бывушную обувь. Но ничего, будет бегать. Ну а как? На новую обувь это редко бывает, что можно себе позволить новую обувь взять ему. Юрий Мунтиану инвалид. Из-за больных ног мужчине тяжело передвигаться. Нет, я не работаю. Я живу просто на пособии. Я делаю бензопилы, делаю, триммера делаю. Но не всегда люди приходят с ремонтом. Но так вот потихонечку выходим в положение. Конечно, нехватка. Ну а что делать? На какое пособие вы живете? Ну, 1400 лет пособие. И 2700, это вот, ребенку дали пенсию. До 18 лет. Хватает? На что хватает? На что хватает? Вы знаете, больше на коммунальные услуги платишь, чем на еду. А целый месяц надо жить. Мы позвонили представителям местных органов власти в Бельцах, которые сообщили нам, что семья получает поддержку в соответствии с законом. Надо уметь, до уйти. В 2020 году была введена форума опекунской защиты несовершеннолетнего и установлено ежемесячное пособие в размере 1400 лив, который господин Юрий получает на своего внука, плюс единовременное пособие на долгосрочную опеку. Это единовременное пособие в размере 3688 лив. По словам ночи Дианяк, Национальная палата социального страхования также установила пенсию по потере кормильца в размере 2681 лив, который получает дедушка мальчика. А в 2022 и 2023 годах семья получила единовременное пособие в размере 4000 лив. Сейчас я могу сказать, что специалисты уехали, а помощник по работе с населением отправился на территорию, чтобы посмотреть ситуацию. Пока я ничего не знаю. Мы обсудим ситуацию в этой семье позже и посмотрим, чем сможем помочь им. А все, что возможно, невозможно, они были включены. Их никто не оставил. Нет такого, чтобы о них никто не заботился. Все люди, которые хотят протянуть руку помощи этой семье, могут позвонить по телефону, указанному на экране.